Приветствую вас. Во-первых, сразу хочу сказать, что психологи не врачи, и, соответственно, вот эта вот часть про медицину, она, к сожалению, не совсем про психологию. Безусловно, вы молодец, что проходите медицинское обследование, и, безусловно, вы большая молодец, что лечите, но нам информация о лечении в вашем принципе ничего не даёт. Ну, кроме того, что есть некоторые нарушения и, как бы, есть некоторые проблемы, которые вы сейчас решаете. Что я вижу здесь с точки зрения психологии? Ну, во-первых, во-первых, наверное, некий страх и тревожность, некое принудение себя, некое требование от себя. Проявлять какую-то активность в интимной сфере. Сейчас в основном ради партнёра. Аргументируя тем, что ему тяжело, хоть она говорит, что готов ждать. Типа, вы чувствуете себя обязанно и должно. Ну, а как его напряжение, естественно, связано с тем, что вы что-то должны, для меня загадка. Напряжение ему можно снять, и вы можете ему в этом помогать. Никаких особых проблем и трудностей я в этом не вижу. Так что здесь ситуация, мягко говоря, странная. Такое ощущение, что вы говорите только о себе и об одном сценарии интимном, который есть у вас в голове. Но и всё. При том, что сценариев и моделей может быть очень много. Это первое. То есть, мне кажется, что мыслью о молодом человеке, вы прикрываете свою несвободу. Вот именно ощущение, что вы несвободны, именно прикрываете необходимость быть должной. Хотя, по факту, выход из непосредственной ситуации, я имею ввиду, чтобы и он был доволен, и вы были довольны, он на самом деле на поверхности. Дальше. Неоднократно вы говорили о своём первом опыте, так сказать, в интимной сфере. И важность этого опыта, а также важность в принципе интимной сферы, мне кажется, для вас достаточно переоценена. То есть, вы её переоцениваете, на мой взгляд, вы её переоцениваете, на мой взгляд, вы придаёте ей важность, ну, мягко говоря, не соответствующую действительности. То есть, чем-то для вас интимная сфера очень важна, может быть, вы чувствуете себя неполноценной, если в ней не реализовываете, может быть, ещё что-то. Это нужно выяснить, потому что любая сверхмотивация, она, в общем-то, не мешает. Следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, вы описываете своего молодого человека как очень чуткого, нежного, внимательного, заботливого, который всё для вас делает и так далее, и так далее. Но, видите ли, возбуждение, особенно у женщин, возникает, когда человек чувствует себя в безопасности. Вы не можете чувствовать себя в безопасности хотя бы, потому что, находясь вместе с молодым человеком и, скажем так, оказываясь в некоторых интимных ситуациях, вы чувствуете себя обязаны ему и, наверное, чувствуете вину за то, что, ну, как вам кажется, молодой человек страдает. То есть, здесь уже безопасности нет. Это первое. Это может подавлять ваше, ну, ваше либидо. Следующий момент, это другие факторы безопасности, которые могут вам быть не очень, мягко говоря, приятными. Почему? Ну, а вот то, как вы описываете своего молодого человека, как вы про него говорите, что он вот такой, что он вот такой, что он вот такой, что он вот такой хороший, что он вот. Это очень похоже на, знаете, такой, сознательный, правильный выбор. Я не говорю, что ваше чувство к нему неправда. Нет. Но я хочу сказать, что, может быть, это больше такой сознательный выбор. Что это идеальный муж, идеальный муж для вам. Может быть, идеальный партнер, может быть, хороший друг, может быть, хороший отец ваших будущих детей, если вы хотите детей, хороший семьянин. Но если это сознательный выбор, то эмоций здесь нет, чувств здесь нет. И у вас, и у молодого человека очень большой, очень высокий уровень контроля, высокий уровень, ну, как бы, осознанности, высокий уровень воли, развития воли, на мой взгляд. Ну, достаточно высокий. В принципе, это норма, но всё равно, как бы, в среднем это выше немножко. Что тоже наводит нам мысль о том, что возможно, возможно, ваши отношения слишком осознаны. Кому-то это подходит, кому-то нет. Разникло у меня ощущение, что и вы можете подавлять свои чувства какие-то, и молодой человек может подавлять свои чувства. Если это так, то именно в безопасности, когда вы это чувствуете, а не осознаёте, вы себя можете ощущать немножечко в другом сценарии. Совсем не в том сценарии, который может предложить вам ваш молодой человек. Ну, и, наконец, последнее. Предупрещу сразу, это немножечко деликатная тема. Вам это может не понравиться. И, в общем-то, вы вправе испытывать какие угодно негативные чувства. Вот, я просто, наверное, призываю вас, ну, не отрицать, да, сразу не отрицать возможности того, о чем я хочу сказать. Перед этим я напомню, что вы склонны себя заставлять. Напомню, что вы склонны, на мой взгляд, себя, ну, скажем так, не ломать, может быть, но активно принуждать к чему-то. Вот, вы производите впечатление от такого достаточно жёсткого, достаточно волевого человека. Вот. Ну, насчёт воли я, конечно, не могу утверждать на сто процентов. А вот насчёт того, что вы достаточно жёсткий человек, когда дело касается того, что вы считаете важным. И насчёт того, что вы человек, который, ну, пытается направлять себя разумом и так далее, да, это вот, в принципе, очевидно. И, вероятно, у вас как раз-таки повышенный, что называется, порог чувствительности. Вот, что это значит? Это значит, что, наверное, вы как раз-таки больше тяготете к тому, что пожилось не помягче, как в случае с, ну, вот, как в случае с вашим, молодым человеком, а именно, по-жести. А, потому что у вас вот такая вот, эм, ну, организация такая психологическая. Что можно сказать? Ещё. А, можно, конечно, использовать, в какой-то степени, ролевые игры, где можно смотреть, где можно смотреть, где можно смотреть, где можно смотреть. и, например, пробовать различные варианты. Вот, смотреть, что вам больше нравится, и так далее. Ну, как, как и Ролю вам? нравится больше, вот, другой вопрос, конечно, хотите ли вы этого, да, то есть это такой, как мне кажется, достаточно важный момент, потому что, к примеру, если вы этого не хотите, ну, я имею ввиду, не хотите как-то вот развиваться в этом, то ничего здесь особо не поделаешь, я имею ввиду. Вот, следующее. Вы неоднократно в своем тексте упоминаете такую вещь, как нафилие. Неоднократно в своем тексте вы упоминаете такую вещь, как принуждение. Неоднократно вы упоминаете вот что-то такое агрессивное, да? Типа, говорите, что ничего агрессивного не было. Все как бы хорошо, говорите вы. И момент в том, что я, с одной стороны, вам, конечно, верю. С другой стороны, как психолог я не могу не обратить условно внимание ваше на то, что возможно, возможно, что-то вам, чего-то вам хочется из того, что вы перечисляете. Возможно, возможно, это связано с тем, что действительно у вас в жизни все было достаточно спокойно, вот, действительно у вас в жизни было все достаточно так вот, ну, как бы так сказать, у вас в жизни все было относительно равномерно, да? Вот давайте, наверное, такой используем термин. Вот. И равномерность, она создала некоторую депривацию, то есть некоторую оторванность от ваших собственных чувств, переживаний, эмоций и так далее. И по привычке, по привычке, вы можете тяготеть к таким вот нежным, размеренным, приятным отношениям. По привычке вы можете тяготеть к ним, но хотеть вы можете чего-то другого. И, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы именно, очень важно, чтобы вы именно были максимально честны с собой, чтобы вы пробовали что-то разное, что-то разное, да? Чтобы вы пробовали различные варианты, чтобы вы не концентрировались только на лечении, в своем лечении, да? Чтобы вы вот как-то все-таки, ну, обращали свое внимание, да, на другие вещи, короче говоря. И в этом случае, вот именно в этом случае, у вас есть шанс исправить, у вас есть шанс найти какую-то вот свою нишу. Но, повторюсь, не путем составления себя, а именно через нахождение того, что вам важно, того, что вам приятно, того, что вам нравится и так далее. Возможно, для этого потребуется немножечко ослабить ваш рациональный контроль, потому что он вам достаточно сильно мешает. Ну и последнее. Психологи не назначают вам лекарства. Сделает это только врач с медицинским образованием. Вот. Психолог может работать с именно психологическими, психологическими проблемами, которые у вас есть. Например, то, что вы говорите, вот это приоритетная для меня проблема. То есть, как бы, вам чего-то не хочется, вы говорите, что отсутствие у меня желания, это приоритетная проблема. Что здесь, как мне ощущение себя неполноценное, мне сказать сложно. Но это единственная проблема. Нейтем, сильнее надеюсь, тупомоква, и силаю вам всего самого доброго, и удача. Продолжение следует...